Вот у нас сейчас датчик электродермальной активности, датчик ЭГР. Он один, вот так сделайте, верхнюю руку, верхнюю руку. Датчик для измерения электрической активности кожи, еще два датчика дыхания, два движения или тремора, а также на работу сердца и сосудов. Умный прибор-полиграф давно стал постоянным помощником криминалистов. И хотя считается, что обмануть его возможно, специалист Сергей Колупаев, который вот уже 12 лет проводит исследования на полиграфе, уверен в обратном, детектор лжи любого выведет на чистую воду. Азот Виктория? Нет. По 120 в год психофизиологических исследований проводят полиграфологи Следственного управления Следственного комитета края. Это и кадровый скрининг при приеме сотрудников правоохранительной органы, и служебные проверки, и, конечно, применение прибора при раскрытии преступлений. Последние, говорит специалист, самые интересные, но и самые трудоемкие. Еще до проверки на детекторе лжи, сама процедура занимает около трех часов, изучают материалы дела, выдвигают гипотезы, тщательно продумывают вопросы, которые полиграфолог согласовывает со следователем. Содержание и точность формулировок влияют на достоверность результатов. К примеру, одного из иностранцев во время испытания смутил вопрос про обычную майку. Половое преступление было, и задавал обычный вопрос, вы снимали майку с той девушкой. Он все, мне по нему отвечает, но я вижу, что как-то что-то тут не так. И когда мы тест закончили, я говорю, что вам непонятно в этом вопросе было? А он говорит, а я не понимаю, что такое слово майк. Понимаете, вот это надо учитывать при составлении вопросов. Понимает ли человек именно то, что мы закладываем в наш вопрос? Знания психологии и физиологии, аналитическое мышление, внимание к деталям, помощь полиграфологов, а не штучные кадры, колоссальна при расследовании уголовных дел. Так во многом, благодаря внимательности Сергея и его неформальному подходу к работе, удалось завершить расследование громкого дела, в котором от рук предполагаемого серийного убийцы Виталия Манишина погибло 11 девушек. Мы понимаем, да, про какие девушки надо речь? Про политиковство. Работа его с испытуемым, в данном случае с подозреваемым Манишином, она позволила, во-первых, изобличить заподозренное лицо в изначально ложных пояснениях, в изначально ложных показаниях. И в то же время последующее предъявление подозреваемого результатов исследования, скажем так, позволило убедить его в сотрудничестве с предварительным расследованием. То есть, получается, ознакомившись с результатами ПФИ, психолого-физиологического исследования, подозреваемый понял, что в том числе и поэтому его запирательство, его ложные показания, они бесполезны и только ухудшат его положение. Работать с Манишиным, который, к слову, за пару месяцев до ареста баллотировался на пост главы Калманского района, было непросто. Сдержанный, умеющий просчитывать на несколько шагов вперед, отличный психолог. Вы даете такие показания по делу, потому что так и есть на самом деле. К изворотливости прибегают многие испытуемые. И тут нужно, говорит полиграфолог, оставаться беспристрастным. А сдерживать эмоции непросто, особенно, когда ищут виновников преступления, в которых пострадали дети. При этом важно снять обвинения с непричастных людей. От расшифровки данных полиграфологам зависят судьбы. Огромная ответственность. Но Сергей Колупаев благодарен судьбе за профессию. Ты понимаешь вообще свою социальную значимость, приносишь пользу людям. Может быть, это как-то немножко пафосно звучит. Потому что иногда поступают приложения, перейти куда-то в коммерческие организации. На секунду задумаешься, думаешь, ну как я же без этого. Только за денег. Наверное, это неправильно. В этом году алтайскими полиграфологами проведено уже больше ста исследований по уголовным делам и материалам проверок. Они помогли выбрать верный путь в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.